Всем привет! С вами Алекс и сайт rempc.b В этом видео я хотелось бы взять необычное интервью у одного из представителей релизной крякерской сцены под ником, именно для этого видео, под ником Strider С одной стороны, можете задаться вопросом, да как так-то, как проверить правдивость и так далее Я могу отметить для себя, что он подтвердил свою принадлежность к релизной сцене на одном из форумов Но, само собой, я не буду показать детали этого, чтобы не выдать Потому что, сами понимаете, могут быть различные последствия Тем более, чем больше у него анонимности, соответственно, тем больше можно крутых вопросов ему задать, получить интересные ответы Тем самым без каких-либо там нежелательных последствий для него Поэтому давайте приступим к этому, я думаю, интересному интервью Итак, Strider, поздоровайся Да, привет всем Так, значит, хотелось бы начать с такого первого вопроса Знаешь ли ты что-нибудь достоверное, правдивое по защите Деново? Ну, в принципе, это уже было отмечено, что на таких форумах, как Exilab, Exitools Техническая составляющая Деново была прекрасно описана Разобрана на каком-то этапе А со своей стороны, ну, можно так сказать, что такое Деново То есть, возьмите, к примеру, как пирожное И сверху положите на него торт В принципе, этот торт и будет Деново То есть, огромное количество кода, псевдо, виртуальных машин и прочего Накрыто сверху малюсенькой программки Можно так сказать Понятно Хотел, да, спросить Да, то есть, почему именно по Деново Для начала отмечу Потому что, сами понимаете Что сейчас Именно защита Деново взбудоражила игровую общественность Не взламывается Нету ни взлома нового Ассасина Ни НФС и так далее Уже больше трех недель Соответственно, мы сейчас пройдемся по кое-каким интересным вопросам Тем более, Страйдер ориентируется в этой теме Будет что-то интересное рассказывать И прольет свет на различные интересные моменты Хорошо, тогда давай продолжим Что вообще собой представляет защита Деново Ну, в начале своего, так сказать, пути Когда только появилось три года назад, в четырнадцатом году В середине и сейчас Ну, так, коротко Что было раньше, что там, так сказать, полгода назад И к чему пришли? Ну, что можно сказать Что было в начале В начале В начале она была совершенно не такая сложная, как сейчас То есть, даже сама лицензия, она не была зашифрована Лицензию можно было прекрасно прочитать Можно было ориентироваться В принципе, как ее собрать Как ее сгенерировать И все такое в этом смысле То есть, то, что и продемонстрировали CPY на релизе О СОВСОВОН В принципе, потом пошла вторая версия Которая уже Ну, в принципе, вторая Третья версия, как говорится Она уже пошла своим протектом То есть, почему именно Динова избрала BM Protect Это остается загадкой Но они, как бы, сотрудничали одно время Ну и сейчас В четвертой версии Так называемой четвертой версии Они уже полностью отказались От привычной им BM Protect И перешли на собственную Всевдо-виртуальную машину Которая, в принципе, изначально имела очень много дыр Который в свое время Очень даже прилично входил в тот же Болтман Понятно, но Хотел вот Но все-таки же В Ассасине, в новом Получается, что как-то прикрутили кто-то BM Protect Ну, BM Protect уже прикрутили Со стороны Ubisoft То есть У Ubisoft есть лицензия В то время как У представителей Динова После конфликта Который, в принципе, многие могли наблюдать Вот Они отобрали эту защиту Но, в конце концов У них все, как бы, мирно решилось Путем Ну, понятно, мирно, скорее всего Была заплачена немалая сумма Но Все обошлось Но в итоге Они просто отказались От BM Protect И стали использовать Все Вдвм Можно так сказать И Сейчас Они перешли Как бы На собственный Как бы Объяснить Доходчиво То есть Лицензия стала Немножко Сложнее В этом смысле Теперь Как бы Чтобы собрать Эту лицензию Найти структуру То есть В ее структуру Вошли еще Некоторые элементы Которые В принципе Ну Если так Рассказывать То это Уйдет Очень Говорит Понятно Хорошо А давай тогда Следующий вопрос Почему Динова Ломает так мало Команд групп Почему Ломает так Так мало Команд Ну На этот вопрос Легко ответить Почему Потому что На сцене В основном Сцена Это Разностороннее Общество Прежде всего То есть Одни Ломают Программы Другие Ломают Игры Третьи Релизят Фильмы С сериалами Так вот В принципе Преобладают Большинство Тех Которые Релизят Фильмы Сериалы И программы Вот То есть Программы Которые Релизят То есть Она же Zero Day Сцена Или Одесса Как кому будет угодно То есть Она Предпочитает Не Ссоваться Как бы В защиту Таких Вот Трипл А проектов То есть Такие Как сейчас Injustice Второй Вышел И Например Assassin Новый То есть Им это Не нужно То есть Остаются Такие Группы Как Reloaded Skidro Kodeks Skimpunks CPY В принципе Вот они И все Есть На ближке То есть Понятно То есть Ну есть Какая-то Такая Структура И Много Других Сфер Что Взламывается Что Релизится И на ААА Игры В общем-то Тоже Как бы Ограниченное Количество Вообще Групп Команд Хорошо Хотелось бы Тоже Такое Небольшое Отступление Что по Starforce Ты можешь Сказать Она Предшествовала Динува Тоже Было Ненавидимо Но Там Есть Некоторые Интересные Особенности По тому же Количеству Подключаемых Устройств То есть Какое-то Отличие От Starforce Одинува Ты можешь Рассказать Ну Прежде всего Starforce Использовалась В те времена Когда были Популярны Еще Оптические Носители То есть Сейчас В эпоху Digital Air Ну то есть Steam Uplay Origin То есть В принципе Это утратило Свою популярность Но В то время Это была Действительно Одна из Таких Вот Серьезных Защит Которая Долгое Время Оставалась Неломаема И Третья Версия Starforce Она Особенно Отличилась И тем Что Можно Было Сделать До 5 Активации После 5 Активации Игра Просто Переставала Работать И никак Больше Ты ее Не заведешь Кроме Как Дожидаться Кряка В принципе Что Это Да Сделали Reload И В свое Время То есть Они В пухе Прах Развернули Эту Защиту Вывернули Наизнанку И В конце Концов Она Просто Утратила Свою Актуальность И Исчезла Ну До сих пор На некоторых Программах Ее Предпочитают Использовать Хотя Смысла Такое Не Вижу Понятно Хорошо С этим Ясно Так Даша Интересный Такой Вопрос Часто Задают Не Является Является Взлом Сливом Самих Разработчиков Или Людей Имеющих Доступ К серверам Разрабов Бывших Работников Возможно Ну В принципе Это исключено Почему Да Был Там Такой Слив Один Который Там Просто Некоторые Документы Были Слиты И все Такое Но Это Максимум Был То есть В этих Документах Ничего Стоящего Нет То что Можно Было Использовать Против Самой Диновой То есть Они Тоже Далеко Не Дураки Это В принципе Сплоченная Команда Которая Работает Хорошо Отрабатывает Свои Деньги Можно Так Сказать Поэтому Сливов Там В принципе Не может Быть Там Все Хорошо Защищено Понятно Могут Ли Теоретически Тоже Очень Интересный Вопрос Сейчас Создается В комментариях Могут Ли Теоретически Издатели Или Разработчики Игр Платить Хакерам Ну Там Теми Жи Биткоинами Чтобы Нельзя Было Отследить Допустим За Задержку Взлома Допустим Ну Тут Как Объяснить Если Взять Такие Паблик Группы Типа 3D Молит 213 И Прочие То есть Китайские Или Еще Какие То И К ним Просто В принципе Можно Достучаться Публично И Можно Им Как Пытать Денег И все Чтобы Они Не Ломали И все Такое Но Не будем Забывать Что Это Публичные Группы Публичные То есть P2P Группы А Такие Группы Сценовые То есть Ну Никак Никак Не Разработчики Не Не Издатель Не Сможет Связаться Просто Так Не Имея В принципе Человека Который Может Их Связать Посредством Как Вы Сказать Третьего Лица Вместе С Этой С Этими Группами Что В принципе Исключено Потому Что Обычно Ну Такие Люди Предпочитают Сюда Оставаться В Тени Да Понятно Хорошо Так Дальше CPI Реально Ну Нонеймы С улицы Так Сказать То есть Ну Какие-то Неизвестные Люди Не связанные Так Сознать Официально С разработкой Как думаешь Или бывшие Разработчики С какими-либо Наработками По Денуву То есть Могли ли Люди Переметнуться И вот В эту Команду Которая Так Ну Перебью Которая Вот так Быстро Начала Ну Год Назад Сначала Да Они тоже Давно Работали После 3DM Тоже Начали Но Несколько Месяцев Ничего Не могли Сделать А потом Взломы Начали Очень Быстро Появляться Достаточно Таки Быстро Причем В различные Последовательности Вроде Бы Какие-то Игры Быстрее Взламывались А какие-то Позже То есть Может Есть Какая-то Связь С разработчиками Издателями Ну Тут Как Сказать В принципе CPY Это Такая Была Группа Которая Ломала Игры С Хорошими Защитами Еще До Денувы То есть Они Разбирали Вэм Протект Они Разбирали Сикуром Они Разбирали Даже И ту же Обычную Стимовскую Защиту Они Уже Давно Это Все Разобрали И Делали Но С Приходом Эра Денува Они В принципе Как Можно Так Сказать Начали Усердно Работать И В принципе Мы Не Видели От Них Никаких Кряков До Их Релиза Lords of the Это Была В принципе Первая Игрушка Которая Была На Первой Версии Денува Да Она Не Совсем Была Сложная Ее Можно Было Разобрать И Все Такое Но Они Были Первыми В этом Смысле Понятно То есть 3дм Тоже Пытались Они Даже 3дм Фактически Первые Взломали Денува Но Что То У Них Там Не Пошло Да Или Как Думаешь Или Может Что Там У Них Не Так 3дм Да Они Первые Зломали Но Взлом Это Взлом Назвать Сложно Потому Что Это В принципе Было Что Нина Есть Эмуляция То есть Эмуляция Взлом Это Не Одно Тоже То То Эмуляция Там У них Было Порядка Восьми Десяти Версии Кряпов Даже Может Больше Я Уже Не Помню То То Качество У них Все Таки Страдало И Они Ну Ну Не могли Они Просто Пойти Таким Путем Как Сипевает Мне кажется Просто У них Нет Таких Навыков Понятно Понятно Хорошо Ясно Так Дальше У Стимпанкс Был Какой То Крутой Фактически Лицензионный Сирийник У них Может Какие Либо Тоже Связи С Дино Потому Что Как Можно Такое Универсальное Средство Было Создать Ну Средство Универсальное Не назовешь Это точно Потому Что Этот Ключ Так Называемый Он Был Только Валидный Для Определенной Игрушки То Есть Если Выходил Патч То Все Константы Дворды Внутри Если Говорить С технической Стороны То Они Все Как Поменялись Абсолютно То Есть Людям Приходилось Заново Это Переделать Крэф На Это Можно Уходило Не Знаю Первые Времена У них Действительно Уходило Это Много Времени Видно У них Просто В то Время Не Было Еще Автоматический Средств Ну Или Полуавтоматический Скриптов И Тому Подобное Чтобы Это Как То Ускорить Ну И Дальше Они Действительно Продемонстрировали Что Они Такие Сделали Эти Скрипты Или Что У них Там Есть Потому Что Мы Прекрасно Помним Их Пятидневный Злом Президент Президент Было Шикарно В Своё Время И Все Такое Понятно А вот Еще Хотел Спросить А Возможно Ли Такое На Релизной Сцене Вот Стимпанкс И Кодекс Объединились Якобы Или Только Для Определенных Релизов Вот Недавно Это Было Объединение Код Панкс Соответственно Ну Значит Насчет Этого Точно Утверждать Не Могу Но Мы Конечно Прекрасно Знаем Что Кодекс Это В принципе Довольно Проверенная Группа Несмотря На То Что Она Довольно Молодая И Пришла В 2014 Годом Если Мне Не Изменяет Память На Сцену Появилась Но В принципе По Всем Аргументам Понятно Что Это Некая Бывшая Группа Возможно Даже Хэтрит Или Виталити Которые Были В свое Время Тоже Нагибали Защиты Вот Тут Нет Ничего Зазорного В том Что О Говорить Ну А Стимпанк Тоже Такое Подозрение Закрадывается Что Они Пришли То Есть Образованные Из Более Старой Группы Которая Отличалась В свое Время Возможно Это Бывшие Члены Релод Которые В принципе Можем Заметить Что Релод Уже Менее Активны Намного Менее Активны Защита Стали Вот В принципе Такое Совпадение Может быть Не случайно Но Опять же Повторюсь Это В принципе Предположение Так как У меня Связи Сами Релод Нет А Есть Только В принципе Люди Которые Знают Экатален Ну Можно Утверждать Что То есть Как бы Сузился Круг Их Так Сказать Разбираемых Защит То есть Последнее Время Единственное Чем Они Отличались Это Как Это Релиз Нули Семь Четвертые С Последними Всеми Аддонами И Call of Duty World World 2 То есть Которая Там Был Арксен Защита Или Аркзан Кому Да Да Также Ну раз Тоже Коснулся Выхода А вообще Вот На форумах Или Вообще Связь Или Как-то Получить Достоверную Информацию С какими Так сказать Группами Релизными У тебя Есть Какой-то Выход На них Если Так В общем Сказать Чтобы Немножко Понимать Вот Ну Твою Как бы Осведомленность Во всех Вопросах Ну Во-первых Есть Множество Zero А С теми же Релоуды С теми же Кодекс У них Все Есть Связи Вот Определенных Кругов Людей Из этих Фактически Ты можешь Выйти Чуть Что На Различные Группы Да В принципе Могу Выйти Но Конечно Никогда В жизни Они Не дадут Возможность Пообщаться С самим Крякером И Или Самим Кодером Который Это все Делает Потому Что Ну То есть Третья Лица Как Так Сказать Это Разговаривает Кансул Типа Консул Ну Или Посланник Из Третьей Лица Да Понятно Еще Одна Так Сказать Степень Защиты Понятно Да Следующий Вопрос Болдман Нонейм Или Слив Чей-то То есть Кто Вообще Такой На самом Деле Русский Какой-то Одиночка Ломал Обходил Динуво И Вообще Для начала Сам По себе Или Как Болдман Ну Кто Такой Болдман Болдман Это Во-первых Это Человек С Немало Известного Форума Xelab.ru И Человек Которого Множество Ников Что-то Сказать Чтобы Так сказать Не палиться Но Фактически Прекрасно Понятно Что Этот Человек Использовал Наработки Некоторых Людей Я Не буду Упоминать Кому Потому что В принципе Это и так Понятно Если Почитать Форумы Xelab В основном То там Понятно Кто Больше Всего Был Активный В этой Теме Понятно Так И Получается Он Четвертую Версию Ломал В основном Потому что Там Не было Вм Протекта То есть Нет Нет Четвертой Версии В самой Первой Версии В которой Динововцы Выкатили То Там Была Ощутимая Дыра В которой В принципе Можно так сказать Все Нужное То что было Для Злого Все Кучка Ушло То есть Чтобы Сделать Гармошку Из этого То там Труда Не составляло Поэтому Все было Как на ладонь Что так сказать То есть Он брал И Вручную Вот Или Вручную Или Полуручную Мне кажется Вручную Находил Все эти Данные Для того Чтобы Пропатчить И Обойти Дянуло То есть Фактически Задурить Голову Лицензии Понятно А еще Было Тоже В свое Время После Какого-то Релиза Слишком Ругались На сцене Стимпанк Сы Болдман За какие-то То ли Не Своевременные Релизы То еще Какие-то Что-то Об этом Слышал Да Это Вообще Бред И Неподтвержденная Информация Да В принципе Никогда Не Будет Подтвержденным Потому Что Стимпанк Это Прежде Всего Сценовая Группа Они В принципе Никогда На публику Не Будут Работать Да Единственный Вариант Единственный Помню Случай Был Когда Они Обращались Непосредственно К Оксе Но Они Просто Были Разгневанные Тем Что Он Как бы Ведет Себя Как Неадекватный Человек Когда Он Релизовал Фикс Снайпер Элит 4 По сети То есть Типа Вот Стимпанксы Плохо Сделали А я Хорошо Сделал То есть Так Тоже Дело Не Делается Но После Этого В принципе Никаких Таких Вот Посланий Именно Пер Ту Пер Никогда От них Не Последовало Поэтому Мне кажется Что Это Всю Конспирация Не Может Быть Такого Физика Понятно Ну Давай Тогда Конкретно Перейдем К Ассаси Думал Как Думаешь До Нового Года Будет Вообще Взлом Нового Ассасина НФС Пэйбэк Вполне Возможно Потому Что То есть Как бы Не улучшали Эту Дино То есть Все равно Ядро Тоже Останется То есть Переделывать Само Ядро Дино Но я Думаю Что Они Не Настолько Отчаянны То есть Они Могут Добавлять Новые Фишки Могут Как бы Все это Мешать Добавлять Новые Там Этот Новые Инструкции В код И все Такое Но От этого Дино Круче Не станет Все равно Как бы Принцип Взлома Остался Тем же Но Конечно Чтобы Новую Версию Дино Взломать То нужно Зареверсить Некоторые Новые Фишки Которые Появились Как раз Таки В новой Дино Который Стоит На Сосене На Сонике На Инчастис Ром Вот Поэтому Рано или поздно Взломы Все равно Будут Понятно То есть Вопросы Будут ли Взломы Будут Дино Взломают Как ты считаешь Хорошо Понятно Понятно Значит Хотелось бы Подытожить То есть Ты Как Представитель Релизной Крякерской Сцены Считаю Что Покупать Вот По крайней мере Известные Эти хакерские Команды Вроде CPI Стимпанк С Болдмана Не Не может Такого быть То есть Не могут Их подкупить И дать денег Как-то То есть Это в любом Случай Через Третьих Лиц И связаться Ну Им И нету Смысла Им Наверное Этого Делать Как ты Думаешь Конечно Я Я бы Убрал Вообще Списка Болдмана В принципе Потому что Это один Человек И он В принципе Уже Отличился Тем Что даже Биткоин Кошелек Типа Написался Да Да Было Давайте Давайте Мне Больше Денег И я Вам Дам Больше Кряпу То есть Ну Так Тоже В принципе Так Не делается Ну А вот Насчет Того Что ты Сказал Насчет CPI И Стимпанк То Конечно Вариант Подкупа Тот В принципе Не может Быть Потому что В основном Все эти люди Которые стоят Крякеры В основном То есть Они все Довольно Таки Обеспеченные Люди Могут Себе Позволить То есть Им не нужно Вот этот Дополнительный Легкий Заработок При этом Чтобы Находиться Под таким Риском Нет Такое Никогда Не Да Тем более Репутации Дорожат Потому что Основные Правила Сцены Да Это Бесплатные Бесплатные Релизы И Репутации Ну как сказать Бесплатные Бесплатные Ну Все равно Люди Которые стоят За этим То есть Смотри То есть Одни люди Покупают Игры То есть Они же Называются Соплайеры А другие Занимаются Тем Что Пакуют Эти Игры Уже И Можно сказать ИСО А потом Врары То есть Так происходит Упакую То есть Еще Процесс Я упустил Создание Кряка Ну В основном На вот Всех Этих Стимовские Защита То Там Все Происходит Абсолютно Автоматически То есть Все Вот эти Интерфейсы Стимовские Все это Винишки Заполняются Автоматически То есть На релиз Уходит Буквально Минута Ну как можем видеть Что релоуды Что кодекс Постоянно Тут же Вышла игра Все Если там Стимовская защита То тут же Она через минут 5-10 Уже Вышла На сцене Ну то есть На ртпшнике И все такое Потом уже В паблик сливается Понятно То есть получается Конечно же Важный фактор Это скорость Появления Кряка То есть Все стремятся Как-то Спешат Быстрее Это выполнить Да Да Конечно Просто Все равно Должна существовать Какая-то Здоровая Ну принцип Соревнования То есть Кто первый Того этапки Понятно Понятно То есть Фактически Нету никакого Подкупа Сейчас Единственное Хакеры Столкнулись Крякеры Столкнулись С тем моментом Что Улучшенная Дополненная Защита Денуво Вм протект Сверху Поэтому Нужно Больше Времени На отладку Всех В общем Механизмов Да Ну Вм протект Это только В случае Assassin's Creed Origins Но В случае Там Соника Injustice Там Просто Чисто Денуво Новое Фактически Как я сказал Изменилось Только Новые фишки Добавили В лицензию И добавили Кое-что В свою Псевдовм Больше Ничего То есть Assassin's Creed Так сказать Будет И самым Последним Релизом Из этого Вм протект Как раз Но Это Как говорится Поживем Увидим Понятно Хорошо Ну В общем-то Ясно Я думаю На первый раз Достаточно Различной Информации Мы пока Все это Переварим Тоже Зрители Подумают В том числе Не забывайте Что вы можете В комментариях Писать какие-то Свои вопросы Которые Могу Задать В следующий Раз То есть На этот раз Мы получили Кое-какую порцию Информации Чтобы отсеять Какие-то Ложные Домыслы Там Подкупили Слились И так далее Факт один Динуво Изменили Что-то Добавили Что-то Улучшили Соответственно Нужно больше Времени Сейчас На данный Момент Поэтому Пока Ждем Что Все В общем-то На этот раз Страйдер Дал нам Некую Пищу Для Размышлений Некую Информацию И Я думаю Что Возможно Еще с ним Проведем Какую-либо Беседу Для этого Пишите Свои вопросы В комментариях Или возможно Стрим Будет Все В общем-то Вам уже Самим Решать Что делать Верить Не верить На основе Полученной Информации Ну плюс Дальше Я думаю Еще Ответим На что-либо Все Страйдер Я думаю Будем прощаться Да Все Давай До скорой Все Всем тогда Спасибо Что пришли Смотрели Пишите Свои Комменты Будем Даши Отвечать На ваши Вопросы И разбираться В ситуации С Деново Потому что Сами знаете Защита Это Далеко Не всеми Любимая И Не является Такой уж Столь необходимой В игровой Индустрии Поэтому Будем дальше Копать Так сказать Все С вами был Алекс И сайт Rimpc.by Спасибо за просмотр Спасибо за просмотр Спасибо за просмотр